Сто семидесятое. Женские развлечения. У мужчин другие развлечения, не такие как у женщин. Радость от достижений, счастье от созидания, экстаз от успеха. Ну, попробуйте построгать ножом деревяшку. И когда у вас получится фигурка девушки, что вы почувствуете? А нас научили жрать и бухать, смотреть телевизор, его ужас, болтать, общаться, радоваться новой рубашке, красивой прическе, играть даже в игры и так далее, и тому подобное. И самое смешное – это отдыхать. Мы отдыхаем. Мы должны отдохнуть. Полежать на диване, поехать в отпуск, развлечься в выходные. И бред какой-то, а сон, который занимает треть нашей жизни, он для чего вообще? Зачем еще отдыхать-то от безделья? Продолжите сами. Чем вы там развлекаетесь? Так вот, я заявляю, что это все женские развлечения. Мужчине достаточно сменить свою деятельность. Поиграл в танчики, поработал 8-10 часов, пришел в бой, поужинал, трахнул жену, спать. Какие еще нафиг развлечения? И это не сарказм. А я реально не понимаю этого. Сколько времени, собственно, жизни, сколько, уходит впустую. Мы тратим свои силы и средства на отдых. Целая индустрия уже на этом зарабатывает. Начиная от кино, концертов, включая спортом. И все это придумали женщины, поскольку им нечем заняться по жизни. Не надо доить корову, готовить обед, стирать мужу носки. А нужно отдыхать и развлекаться. Ведь жизнь такая скучная. Это у вас она такая скучная. Не надо нас тянуть туда за собой. Трепыхайтесь там сами. Продолжение следует...